МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Марта, дай-ка мне это блюдо. Вот тебе глазик. А-а-а! Ой, о-о-о-о! А-а-а! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он о сукне ничего не говорил. Сказал, что хочет видеть тебя. Не трогай ничего! Черт был, побрал. Нашел время. Положи на место. Ну где парик? Господин Левенгук, я приношу вам самые глубокие извинения за то, что я оторвал вас от дел. Но я так много наслышан о ваших исследованиях. А что вы обо мне слышали? Уличные сплетни? На свежке наших уважаемых горожан? Конечно, мне приходилось о вас слышать разное. Не секрет, что у нас в Дельфте хватает злость языков. Но меня интересуют не сплетни, а ваши удивительные линзы. Я горю желанием заглянуть в них, если, конечно, вы сочтете это возможным. Нет, я их никому не показываю. По некоторым соображениям. И не делаю ни для кого исключения. Выпейте вина. Настоящая, Рейнская. Да, вино превосходное. Господин Левенгук, я уже несколько лет являюсь корреспондентом английского королевского общества. И пришел к вам не с праздного любопытства, а как ученый к ученому. Да ну что вы, какой я ученый? Я всего лишь торговец с окном. Я сомневаюсь, что мои скромные исследования могут представлять интерес для настоящей науки. Хотя кое-что, пожалуй, я вам покажу. Скажите, как вы научились изготавливать свои линзы? О, это долгая история. Прошу вас. Вы знаете, еще в молодости я наблюдал, как плавит металл, как выдувает стекло, как работают в серебряных дел мастера. Прошу вас. Потом много лет работы я добился того, что сам научился изготавливать эти аппараты. Хотя они, может, не очень искусно выполнены. Напротив, господин Левенгук, я ничего подобного не мог себе даже представить. Позвольте. Сейчас. Взгляните в этот микроскоп. Ближе к глазу. Ближе. Еще ближе. Вот так. Как вы думаете, что это? Да это, кажется, блоха. Правильно. Завершенно право. Надеюсь, что. А, не знаю. Не могу даже предположить, что это такое. Лишь все навсего глаз с обыкновенной мухи. Да-да, посмотрите. Поразительно. Какое тонкое строение. Ну, вы взгляните-ка сюда. Ну? Что это? Похоже на кусты с ягодами в снегу. Это плесень. Плесень, которая растет на хлебе. Посмотрите-ка сюда. Посмотрите. Посмотрите, как интересно устроено. Это разрез оболочки бичевых глазов. Превосходно. Как вы это достигли? Как достиг? А, поверьте, это непросто. Вот этими руками добиться шлифовки таких крохотных линзочек. Вы знаете, чем меньше диаметр линзы, тем больше ее кривизна, отсюда надо дать большее увеличение. Чем меньше, тем больше. Вы знаете, я сейчас заканчиваю шлифовку новой линзы. Ее диаметр всего одна восьмая дюйма. Посмотрите. Она должна дать увеличение гораздо большее. Вы непременно должны написать о ваших исследованиях лондонскому королевскому обществу. Нет. Но почему? Я убежден, что мои наблюдения кое-кому не понравятся. Они скажут, сапожник, не суди выше сапога. Но позвольте, членами этого общества состоят такие ученые, как Роберт Бойл, Исаак Ньютон, Роберт Гук. Наш век наука становится на путь глубокого исследования истины. А вы уже ступили на этот прекрасный путь? Да. Все мои старания направлены к одной цели. Приложить свой небольшой талант к тому, чтобы отвлечь людей от страха и суверенных предрассудков и привести к истине. Прекрасно. Но здесь одному в тиши лаборатории этого достигнуть невозможно. Да. Может быть, вы и правы. Может быть, вы и правы. Вы знаете, я мог бы дать королевскому обществу свой мемуар о том, что я подметил относительно плесени и жалобы пчелуи. Ну, если, конечно, не станут осуждать мои бедные перо. В Бельфте проживает некая изобретательная личность по имени Антони Ван Левенгук, изготавляющий микроскопы превосходнейшие. Прилагаю его мемуар, в котором сам Левенгук описывает объекты своего наблюдения. Подбодрите его и пришлите ему письмо с предложением сообщать обществу о его интересных наблюдениях. Мария! Мария! Что, отец? Принеси мне шляпу и плащ. Куда ты собрался? Посмотри, какой дождь. Принеси мне шляпу и плащ. Принеси мне шляпу и плащ. Отец, но ты ведь промок весь. И зачем все это нужно? Не понимаю, что можно искать в чистой дождевой воде. Ну что может быть в воде, кроме воды? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ближе к глазу. Да не так. Вот так. Вот. Видишь? Ну? Вижу. А? Вот что я открыл. Вот что я открыл. Ну-ка дай сюда. Беги за Гугли. Беги за Гугли. Я хочу, чтобы он тоже увидел этих ничтожных зверюшек. Беги за Гугли. Беги за Гугли. Беги за Гугли. Из ничего неисповедимой прихотью Господа. Я сделаю опыт. Я сделаю опыт. Субтитры создавал DimaTorzok В воде нет ни одного зверяка. Все это удивительно, Антоний. Ужий, ты понимаешь, что я открыл? Ты понимаешь, что я открыл? А может тебе написать в королевское общество? К чему спешить? К чему спешить? Человек, который смотрит на микроскоп, может только сказать, что теперь я вижу то-то. А теперь то-то. Да. Я лучше проверю это. Несколько раз. КОНЕЦ КОНЕЦ Ты посмотри, какой красавец, целая уточка. И клювик, и хвостик даже есть. О, какие красавцы. Какие красавцы живут в этой грязной луже. Ух ты, Господи. Какие... Гугли, посмотри. Посмотри, Гугли. Гугли, посмотри. Посмотри. На. Да. Невероятно. Смотри, Антоний. Этот красавец хватает маленьких зверяков. Да. Да он их ест. Он их пожирает? Ну, конечно, конечно. Эти зверюшки. Сдолжишь питаться чем-нибудь. Гугли. Смотри. Гугли. Это вода из нашего канала. А это из колодца. А это вода из лужи. Возле дороги луж была. А это дождевая вода. Из бочки. И всюду в воде живут эти каналии. Да. Знаешь, Гугли, меня одно огорчает. Вот посуди сам. Они всегда плавают одним и тем же концом. Стало быть, у них есть голова и хвост. Да. Значит, они могут иметь печенку, кровеносные сосуды, мозг. Как ни стараюсь, смотрю в свои лучшие линзы. Ничего не могу видеть. Ничего. Видно, мои линзы еще не очень хороши. Да что ты, Антоний. Я уверен, что с твоим терпением, с твоей настойчивостью ты это все еще увидишь? Да, Антоний, а как дела с перцем? С каким перцем? Ну, помнишь, ты хотел узнать, почему от перца во рту так горит? Может, действительно существуют невидимые шипы, от которых язык горит. А-а-а. Ты знаешь, я с этими зверюшками совсем забыл о нем. я в прошлый воскресенье поставил воду. А, вот. Хотел размочить. О-о-о. Даже настой получился. Ну. Тьфу. Так. Сейчас попробуем. Что творится? Что творится, а? Что? Острые шипы. Какие шипы? Черт, что делают, а? Ну, что там, Антоний? Что делают? Ну, что там, Антоний? Да тут целое скопище маленьких зверюшек. А-а-а. Чертенец. Ты смотри, носится, как сумасшедший. Дай же, Антоний, и мне посмотреть на этих сумасшедших зверюшек. А-а-а. Да-да-да-да-да. На. На. Садись. Ага. Гуглим. Ты знаешь, я, кажется, нашел великолепный способ разводить этих маленьких тварей. Какой способ? Как какой? В перечном настое. гуглим. Гуглим. Слушай, а что если мы им сядь в Лондон? Обо всем этом. Королевское общество? Да. Самые мелкие из этих крошечных животных в тысячу раз меньше глаза взрослых пши. в одной капле перечного настоя. Их содержится столько, сколько народа живет в Англии. Вот так там. Гуглим. Нет, ты посмотри, что они пишут. Ты посмотри, что они пишут. Иди сюда. Иди сюда. Сядь. 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 Пусть эти олухи из Дельфта смеются на мной сколько угодно. Но королевское общество. Я тебе сейчас покажу письмо. Письмо. Ты послушай, что они пишут. Усталкивайся, отец. Послушай. Сырный клещ является абсолютно мельчайшим из всех созданных богом творений. Сырный клещ. Ха-ха-ха. Слушай. Просим подробно сообщить, как устроен микроскоп и объяснить свои медные исследования. Они же ничему не верят. Ничему. Нет, ты почитай, почитай. Сколько я терпел насмешек, зубоскальства от разных дураков. Столько лет потратил, прежде чем сделать открытие. Ой. ничему не верят. Я думаю, они настоящие философы. Ах. Ваше открытие блестяще подтвердилось. Господину Роберту Гуку королевским обществом было поручено сделать микроскоп. Он его срубил. Он увидел то же, что увидели вы. Ваше открытие всех ошеломило. На последнем заседании королевского общества вы избран его членом. В Дельфт направляется господин Малине, чтобы вручить вам почетный диплом. А как же сырный клещ мельчайший из всех созданных богом творений, а? Но об этом не стоит вспоминать. Сейчас в Лондоне ваши маленькие зверюшки у всех на устах. На устах, говорите? Они у всех на зубах. Вы знаете, я недавно обнаружил себя во рту целой зверинец. Я думаю, у вас во рту творится то же самое. Не может быть. Не может быть. Ну-ка, откройте рот. Откройте рот. А. Я же говорил, настоящий зверинец. Настоящий зверинец. Настоящий зверинец. Левенгук сделал свое открытие 300 лет назад. После него люди стремились построить микроскопы совершения, зорчи, чтобы проникнуть в самые сокровенные тайны микромира. Но человечество навсегда сохранит в своей памяти самый первый микроскоп Антони Иван Левенгука. Редактор субтитров А.Семкин